Всем приветик! Сегодня у нас встреча. Встреча у Бони с ее женихом. У нее началась течка. Чуть больше недели, наверное. Вот. И мы договорились с хозяйкой собаки, чтобы они сегодня встретились, потому что виделись они только один раз. Вот. И посмотрим, что получится. А хозяйка собаки, она сказала, что ей не нужно ничего платить за то, что мы их будем сводить. А ей просто нужен щенок. Вот. Если все получится, я надеюсь, хотя бы в Бони будет два минимума. Пока дети в школе. Десять часов утра. Мы поехали. Почти одиннадцать. У нас встреча на одиннадцать. Такие вот у нас дела. Поснимаю вам немножко, как они там будут играть. Так. Почти приехали. Мы уже в городе. Все хорошо будет. Поиграешь немножко и домой поедем. Все. Поехали мы домой. Немножко они поигрались. Пони не дается. Гавкает, кусается. Видимо, она еще не готова. Потому что, насколько я знаю, я смотрела много видео на эту тему. И там говорят, в общем, если она готова, она спокойно как бы себя ведет. Видимо, она пока еще не готова. В воскресенье мы договорились. Заберем собачку к себе. Мальчика. Его зовут Голки. И в денек они побудут как-то поиграют, познакомятся поближе. Он, в принципе, был очень активный. Хотел играть. И подходил к ней. Бегал возле нее. Но она нет. Она была очень агрессивная. Гавкала. Кусалась. Поэтому подождем несколько дней. В воскресенье посмотрим, как она себя будет вести. В воскресенье. Может быть, уже успокоится. Он немножко помладше ее. Сколько? Ему где-то полтора года. Бонни два года. Ему полтора. Он уже бедный. Потом устал за ней бегать. Домой, 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 домой. Привет, привет, детки-конфетки. Приветик. Пообщались с песиком? Да. Ничего не получилось. Она злюка. Она злюка. Она гавкала. Бегала. В воскресенье его привезем сюда. Он будет у нас целый день. Целый день будет с Каролиной, говорит. Целый день будет с Бонни здесь бегать. Высыпала. Надо сегодня опять вечером помыть. Она убегала от него постоянно. Слышно было ее держать. Мы держали. Все равно она рычала. Пока еще не готова. Ну, посмотрим, как в воскресенье они тут целый день будут бегать. В воскресенье? Послезавтра, да? Все вы куда придете? Послезавтра. Ну, послезавтра. Да, сюда привезем собачку на целый день. Намучил тебя твой дружок сегодня, да? Бегал за тобой. Надо было, наверное, чаще встречаться с ними, чтобы они как-то уже познакомились, знали друг друга. Ну, да, она себе заказала кое-что. И вот, не знаю, думаю, брать, не брать. Взяла себе такой. Так, как он называется? В общем, типа, курточку. На пиджак немножко похож. Не знаю, как... Я не разбираюсь в этих правильных названиях одежды. Похожим на пиджак. Пальтишка укорочена, что ли. Не знаю даже, как он называется. Заказала я два размера. Икс-эс и эс. Потому что отзывы были такие, что брали свой размер, а он был сильно большой. Поэтому я что-то испугалась. Заказала эс-ку и экс-эс-ку. И сейчас я хочу померить. Такой вот рисуночек в этом году. Говорят, он очень модный. Как он, если я не ошибаюсь, этот рисунок называется гусиные лапки, что ли. Не обманка, настоящий. И еще кармашки вот здесь вот по бокам. На подкладе. Здесь, наверное, лучше будет видно. Солнышко светит. Ну вот. В общем, вот так вот он. Длина хорошая. Я не люблю сильно длинные. В принципе, ниже попы. Попу закрывает. Такой свободненький. Мне кажется, эс-ка прям хорошо. Она небольшая. Так что я себе ставлю эс-ку, потому что она у меня совсем небольшая. Прям самое то. Еще можно толстовку. Вот у меня вот такая вот сумка. И здесь точно такая же расцветка. Подходит. Кстати, я закончила мою работу. Вот такие вот мои перья. Здесь вот маленькие. И я провязала. Немножко неправильно я начала. Видите, у меня здесь видны узлы. Это не очень красиво смотрится. Но уже было поздно. И я сделала вторую. Я сначала отрезала нужную длину. Завязала. Вот здесь вот так вот переплела. А потом я уже начала делать вот эти вот перья. И повесила еще шишки. Такие вот три. Вот получилось так симпатично. Хочу потом еще сделать в комнату тоже. Каролине понравилось. Она тоже говорит, мама, сделай мне. А она в комнату повесит. Вот. Теперь вот так вот висит на стене. А сейчас мы будем печь пирог. Нужно же что-то интересное показать новое. Давайте сегодня приготовим новый пирог. Я его еще никогда не готовила. Поэтому... А кто молоко достал? Мне не нужно молоко вообще. Хлопья кушают. Так. Вот я хочу спробовать мою новую форму для пирога. Керамическую вот такую. Посмотрим, как получится. И сегодня у нас будет лимонный пирог. И вообще у нас уже продаются тыквы. Кстати, я хочу купить тыкву. И хочу сделать суп-пюре. Так, ладно. Это мы потом посмотрим, сколько у нас там монеток. И потом пойдем сходим за тыквой. Ты тоже будешь помогать? Нет. А что ты пришла? А, помогать делать пирог. А ты про что думала? За тыквой. А, за тыквой. Так, значит, давайте я скажу, что нам нужно. Мне нужно два лимончика. Я сделаю в два раза больше рецепт. Как всегда я делаю в два раза больше. В два раза больше я добавлю ингредиенты. Мне нужна мука. Ой, господи. Беру, главное, эту... Беру крахмал и говорю мука. Крахмал у меня кукурузный. В принципе, мне кажется, любой можно кукурузный. Так, мне нужен сахар, мука, яйца и масло сливочное. Так, и мне нужен кипяток. Я уже включила чайник, потому что нужно залить кипятком лимон. Начинаем. И, как всегда, я рецепт оставлю в описании. И потом мы скажем, вкусный пирог или нет. Рецепт я нашла в инстаграме. Вроде как, отзывы хорошие, говорят, очень вкусные. Поэтому... И очень простой. В принципе, такие ингредиенты, которые есть у всех дома. Так, лимон тщательно моем, срезаем хвостик и заливаем его крутым кипятком. Я возьму два лимончика. Здесь написано, либо один крупный, либо два маленьких. Но у меня такие не маленькие, я скажу, что мне кажется, бывает и поменьше, и побольше. У меня средние лимончики, но я возьму два лимона. Вот такие вот у меня два лимончика. У меня вот такой блендер. Ну, в общем, они полежали. Наверное, хватит. Залейте кипятком, потом вытащите, а сколько времени? Мало ли, там, 5 минут, 10 минут, по 1 минуту. И вот... И гадаешь потом, сколько времени нужно. Ладно, теперь он будет остывать. Надеюсь, горечь ушла. И добавлю сахар. Обязательно. ИНТРИГУЮЩي World и теперь мне нужно муку перетереть вместе с сливочным маслом перчатки я не нашла и вообще не очень люблю так вот в масле возиться но что теперь делать нужно это все перетереть мелкую крошку у меня 500 грамм муки и 140 грамм масла по рецепту 250 так начинку я взбила теперь взбиваем яйцо и потом убираем в холодильник на 15 минут прошло 15 минут достаем с холодильника и берем большую часть чуть больше половины по рецепту две столовые ложки у меня 4 значит я только сейчас поняла что я забыла сахар в тесто добавить я уже подумал что я добавила потому что изначально сахар я добавила в лимон я подумал что я добавила в тесто а тесто там живут с начинкой хотя может вот сюда добавить как я так могла он ты с кем делаешь с лимоном а почему там эти оранжевые а а вот чтобы было скот и нюхали в общем я добавила сюда сахар снизу будет не сладко сверху будет сладко я уже здесь ничего исправить не могу если бы я еще начинку не добавил я как-то бы это все соединила и сахаром посыпала ну ладно и вот эту крошку я сейчас вот так вот уже вместе с сахаром читала рецепт и пропустила и теперь вот так вот просто мы сверху сейчас эту крошку посыпем я успела вспомнить что я что-то не так сделала к ну все распределила равномерно и духовка у меня уже согрелась 200 градусов 25 минут пирог готовится очень быстро так включаем 25 минут 5 то пока у меня печется пирог я быстренько приготовлю плов осталось 7 минут пахнет вкусно запах прямо обалденный лимончика идет так ну что пирожок готов будем резать наш пирожок мне очень интересно что получилось он такой хрустящий получился пожалуйста вилочку бери и пробуем будем пробовать не вкусный ему не понравилось неужели не вкусный почему не вкусный нормальный кисленький ну такой с кислинкой если кому-то не нравится кислое то конечно макс кислое не любит но мне нравится я люблю такое кислое в принципе это на любителя можно сделать такой же пирог только другую начинку клубничную там с любой ягоды сама сделала сама съем мама ты же это сделала я с лимоном еще никогда не делала вот возьми маргоша иди пирог пробуй ты еще скажи что невкусно нормально она это он кислый мне нравится я люблю кислое чтобы не горчило может быть вообще шкурку нужно потому что по рецепту написано я ее и так залила кипятком я не знала сколько времени нужно держать может быть нужно было дольше держать значит я съем сама не оценили мои дети мне больше достанется еще нужно папе дать попробовать может ему понравится вкусно? да ну слава богу с пирогом не угадала но хоть с этим такой вот получился плов я люблю кетчуп у тебя много слишком кетчупа мне кажется да там плова то не будет чувствоваться рис не чувствуется плов не чувствуется только один кетчуп Ксюша разрисовывает найки теперь это ее Маргарите они маленькие стали она решила их разрисовать ты с этой стороны уже сделала? вау круто зеленый голубой и фиолетовый одинаковые будут? нет а подошву тоже будешь? она вот здесь вот уже подошву мы их постирали что они чистенькие но подошвы все равно стерется ты вот эти только раскрась смотри вот эту часть вот эту потом вот эту и вот эту да и эту только те которые выпуклые знаешь такие же продают тоже раскрашивают краской специальной вот тут желтым вот это а тут значит тут зеленый и тут оранжевый да у нас оранжевый еще это это и и и и и и и Кстати, у нас скоро будет небольшая перестановка, переезжать девчонки будут в другую комнату, к нам скоро должна приехать бабушка, надеюсь, все будет хорошо. Надеюсь, она получит визу и она приедет к нам на лечение. Получается, Ксюша с Маргаритой будут в одной комнате, там, где сейчас Ксюша, будет бабушка спать. Здесь будет спать бабушка, Маргарита переезжает в эту комнату, в нашу, с Ксюшей вместе, а мы с папой переезжаем в комнату Маргариты, вот сюда, потому что вот эта комната побольше и как раз там можно двоим. А здесь мы будем с папой, Каролина, Каролина с Максом тут так и останутся, нужно нам, нам нужно купить одну кровать. Кстати, Маргариты дома нет, она ушла к подружке с ночевкой, завтра придет. Все, спокойной ночи. Лапаля! Так что все, ребятки, на сегодня влог заканчивается, такой небольшой влог, наверное, получился, я сейчас буду монтировать и выложу завтра. Вот, ладно, все, всем пока, спокойной ночи, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok